о я тебя знаю таланта откуда ты же этот я знаю ну так то я не зачет вообще-то ну понятно написано с украины вот и этот вундер киндер прочитал на этом с украины лучших блогеров сейчас стрима 0 запись дойдет лучших блогеров украины надо знать в лицо тем более что лучше блогер он один это я да 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 вот все я вспомнил я вспомнил да 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 привет друг привет ну так как меня зовут блин ну я тебе честно но не помню я не зачет лицо вы завидуете просто моей красоте всегда в ваших мерзлых домах вы все думали что в украине голод и тут короче вот такой блогер блин с таким фактурный я не такой явно все как бы я миролюбивый человек я просто как бы ну блин слушай классно если честно тебе сказать ряд когда сюда выходил я думаю блин я же знаю что он на чат рулетки бывает вот этот блогер думать может быть нереальный нибудь когда-нибудь повезет я на него попаду ну вот тебе повезло слушая мечты исполняются да прямо как у газпрома это шояша газпром одинаково какой вопрос у тебя был когда ты думал со мной встретиться слушая вопроса принципе никакого не было просто хотел как сказать засветиться у тебя на стриме ну что такое ты же понимаешь без вопроса тебя никто никуда выкладывать не будет друг 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 я работаю в украинской фирме в тюмени у меня генеральный директор украине так что мне я украинская фирма куча друзей украинцев то есть я не могу ничего смысла не таракти украинская фирма в тюмени ну да у нас это мы 1000 1000 скажи что мы добываем умение себе вашу нефть ну как тебе сказать но нет конечно как бы но я тебе не буду сейчас говорить потому что я сейчас короче я понимаю что я сейчас засвечусь я не хочу этого засвеченности ну я тебе говорю что я работаю в украинской фирме и у нас все заебись у нас все отлично ну и слава богу значит мы выкачиваем из вашего бюджета бабла оказывается нормальными темпами оказывается не только аналоги плоти и как бы и вам хорошо и нам хорошо так не так мне вот это больше нравится когда вспоминают налоги вот ну ты пойми вот я да я прихожу в россию можно я закурю секунду открываю фирму беру с вас деньги с тебя деньги потом с этих денег один процент отдаю государству ну с твоих денег я свои денег не плачу никаких в чем проблема платите налоги мы выкачиваем львиную долю денег с вас это прекрасно все красавчики вот за это молодец молодцы я не знаю блин здесь так куча фирму работает здесь канадцы австралийцы англичане американцы работают все работа русские там есть вообще фирмы какие-то конечно газпром россии а только газпром короче я так понимаю что газпром сам не имеет ни хрена не по разведке не по бурению не по сильнее по обслуживанию соответственно она нанимает иностранные компании подрядчиков вы выступаете как подрядчиков вдруг тут же система как сказал смотри у них же месторождение ну вы же новую разведку делаете он нанимает подрядчиков подрядные организации ты лишь нет я тебе это минуту назад сказала ты мир лишь нет ну я тебе только что сказал что газпром нанимает подрядчиков ты миришь нет газпром нанимает подрядчиков тебе не кажется это странным все друг друг проще не просто я видимо просто я давно давно это понимал что у газпрома у самого нет ни технологии не работников нормально там какую-то дырку просверлить еще на 1 надо но разведкой заниматься так бы не говорил но что у них есть все все оборудование импортное не но это есть как бы да я вот это признаю но я бы не говорил что прямо знаешь что прям газпром что они прям такие компания которые пользуются чисто западными многими нет конечно и там у них есть и советские технологии вот эти они же сейчас это все улучшаются улучшается модернизируется ну это же все происходит такого же ну не знаю я как-то это мне с трудом это верится честно говоря модернизируется кем уже не заливаться модернизация в ссср также какие в россии она выглядела обычно как где-то что-то спиздить какую-то технологию на какой-то выставке перерисовать где-то какой-то ключ там сфотографировать и сделали а я с тобой согласен вот это все модернизации поскольку те все этот робот вася или как там его показал вот этот торчащий антенна из жопы усколкова который разработан ну ведь это все ваши ноу-хау ну не друг ну и не надо так сильно хорошо я понял и в какой именно среде работы ну то есть чем ты конкретно занимаюсь твое направление я плотник плотнее я плотник столер резчик по дереву у нас просто где фильме работы у нас есть столярный цех ну то есть мы скажем так обслуживаем вот эти бригады которые выезжают на линию то есть я так понимаю вот палки которыми вы подпираете советские буровые установки которые же падают то ты чтобы они не просто палки были от их еще так красиво узоры на них делаешь об это типа как тотемные столбы выглядело да наверно и чтобы колдуй баба колдуй дед приходит с кодилом этот чувак говорит не не упадет я нормально осветил столбы годятся все подперлю так бурить она начали будете все упало нахер и вся красота поломалась в своем репертуаре так нахрена ты там столяра нему понять что ты там выстругиваешь у них на буровой ну да почему на буровой у нас и помимо буровых у нас а так работы вы шабашить еще на стороне такой ну что накачали нефти нет то он сейчас вася у нас столяр он там сейчас уже сделал нарды мы продали 10 нарт красивых вырезал шахматы так что сегодня бюджет мы закрыли нормально крым с ней с нефтью да да не вдруг прости пожалуйста мне ну что не нет ты скажи нет я занимаюсь я делаю там то-то и то-то ну хотя бы какой-то пример а то ты не 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 а сам понимаешь реально нарды сидишь вырезаешь или там качалки на 8 марта точишь потом раздают там работницам ну как тебе сказать вот наша фирма она как бы да у нас шеф он меценат он принципе по городу там беседки мы красивую там всякие поставляем короче наша фирма делаем он меценат реально у нас ваша фирма сидит просто на распиле бюджета я так понимаю дает откат не они они это у нас частная фирма как бы все понятно часу понят личная фирма у нас я тебе даже тебя уже и так узнают по видео и скажет а так это же тоже бородатый дровосек друг лесорубу деревщик краснодеревщик классно классно блин я хотел на тебя попасть блин моя мечта исполнилась видишься не друг ну я просто позитивно ко всему отношусь но я не тот человек с которым можно поругаться слушая можно это у тебя у тебя есть страница где-нибудь как на тебя попасть канал на ютюбе есть канал есть фейсбуке группа 40 тысяч подписчиков уже с больше 40 там вата шоу называется так же как и канал контакте тебя нету да ты в такое говно не ходим не а почему ты так считаешь то же самое соцсети куча людей общая это не та же самая соцсети это фильм фильм еще один из филиалов фсб там где ты сам добровольно сливаешь всю свою информацию хорошо а вот фейсбук это чё не смотри в контакте было единственно чем удобно это наш миротворец и наша разведка и она туда брала кучу информации поскольку ваши умственно отсталые солдаты они же не знали что в телефоне подключен геопозиционирование и в фотографию добавляются геотеги и они фоткались там да вот мы в украине учения рядом с украиной а потом смотрят они находятся на территории украины и пушки стоят танки ваши и очень много информации и так узнали летом когда значит это враги обнаружили значит новую базу американцев по геотега каким летом скандал в пентагоне произошел в июле это было когда обнаружили новую базу значит сша оказывается которая нигде не указывается люди везде и есть соцсети они плотностью вошли в жизнь человека ну меня больше интересовало с точки зрения наших отношений меня как-то там американцы не очень волнуют а вот в этом плане да ладно давай тогда удачи вам там давай давай друг блин очень было тебе увидеть честным блин классный ты все-таки человек ну я конечно не поддерживаю твои вот эти вот слишком так уже знаешь очень категорически против россиян все-таки знаешь мы же все-таки родственники если ты считаешь надо не на всю длину вам а все-таки на пол шишечки загонять так с любовью так чуть-чуть я понял твою мысль 1 я подумаю над этим ладно друг удачи всего хорошего давай пока